Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова в музее имени Костеева. И сегодня мы будем говорить про художников-шестидесятников. Удивительно, но почти все художники шестидесятые уходят от нас в девяностые, не дожив и до полувека. И Бахтиар Табиев умер в девяносто девятом. И, может быть, не успел сделать все, что хотел. Но даже то, что он сделал, является таким значительным, большим художественным наследием. В музее Костеева всего три работы Бахтиара Табиева. Эти все три работы относятся к разному времени. Кигень, пейзаж Кигени, это работа 80-х годов, а в юрте это работа 70-х годов. Но потом, позже, у Бахтиара Табиева появится еще одна серия. Эта серия будет называться «Арал». И там творческий метод Табиева, его стиль, будет доведен до максимума. Там такой трагизм и такое пронзительное отчаяние и одиночество в простых, вроде бы, пейзажах и бытовых жанрах. Мне очень жаль, что тех работ не представлены в экспозиции. Но давайте попробуем посмотреть на то, что есть. Работа «Полдень» Бахтиара Табиева 1974 года. Одна из программных его работ. Одна из тех, где он выразил собственную картину мира и собственное представление о человеке. И вроде бы, на первый взгляд, перед нами просто бытовой жанр, где все узнаваемо. Юрта, двери в эту юрту, и девочка сидит в тени, топится самовар, стоит женщина на краю, в дверях. И вот тут начинается как раз уже философия. Потому что двери, на самом деле, это сакральный предмет. Двери – это граница между миром своим и чужим. И поэтому двери всегда несут какой-то скрытый смысл, спрятанный, символический. И то, что женщина здесь стоит на границе этих двух миров, своего домашнего, внутреннего и того внешнего, большого, это очень важно. А еще очень важно, что смотрит она туда, вдаль. Она ждет своего героя, своего мужа. Поэтому все уже здесь готово. И муж ее может там, в том большом мире, совершать свои подвиги, именно потому, что в этом малом мире, домашнем, у него все хорошо. Мирная обстановка, спит собака, играет девочка, топится самовар. И значит, как бы это и есть самое главное, что есть в жизни человека. Еще хочу обратить ваше внимание, как любит самовары Бахтияр Табиев. Вот рядом расположен пейзаж, который называется Кигень. И тоже обычный пейзаж, узнаваемый, все очень простое. Но просто плетень, забор, на нем развешаны лоскутные одеяла. Женщина, которая занимается уборкой. В общем, все бытовое, но самовар в середине. И этот самовар, который топится, а это значит, что это дом, в котором ждут. А это и есть самое главное.